Лена спрашивает, кому молиться от головной боли? Елена, но молиться в первую очередь всегда надо Господу. Мы также можем и Матери Божией молиться, и кому-то из святых. Но кому, смотрите сами, кто больше вам нравится из святых, тем и можете помолиться. Потому что мне не нравится такой подход, когда мы относимся к святым как к таблеткам. Что вот этот помогает от этого, вот этот от этого, это неправильно. Помогает Господь. Мы просим святых о помощи, чтобы они тоже за нас помолились, Богу. Но помогает только Господь. И когда болит голова, то правильно будет в первую очередь выпить таблетку от головной боли. А если это продолжается достаточно долгое время, то нужно обратиться к врачу. Чтобы понять, какие проблемы могут вызвать головные боли. Но все-таки надо не только молиться, но и обращаться к врачам. Неправильно, когда мы пытаемся таким образом от Бога требовать чуда. Вот у нас болит голова, мы знаем, что можно выпить таблетку, и голова перестанет болеть. Но образно, может быть у вас другая ситуация. А мы думаем, нет, я не буду ничего делать, я сейчас буду молиться. Такой подход, к сожалению, бывает иногда. И он неправильный. Потому что мне иногда приходится читать разные истории жизненные. Иногда люди рассказывают о том, что они не хотят, допустим, лечиться от коронавируса. А хотят просто пить святую воду и просфорку кушать. И благодаря этому хотят вылечиться. Да, если нет других вариантов, и люди где-то живут в какой-то маленькой деревне, и у них другой возможности поправиться нет. То бывает так, что Господь являет чудо, и действительно люди исцеляются. Но иногда этого не происходит. И люди в более тяжелом состоянии оказываются все равно в больнице. Их уже лечат не по их воле. Поэтому нам нужно всегда ко всему относиться разумно, соблюдая золотую середину. Не уклоняясь куда-то в сторону. Продолжение следует...